Здравствуйте мои дорогие зрители, мои подписчики и гости моего канала Мы идем на Донское кладбище И сегодня я вам покажу могилу советской актрисы Заслуженной артистки РСФСР Надежды Капитоновны Федосовой Я зимой нашла ее могилу, но все было под снегом И я не стала снимать А сейчас уже можно, все растаяло И мы пройдем к ее могиле Погода сегодня хорошая Солнечная Можно погулять Я конечно здесь побываю на многих могилах Но именно в этом видео я вам покажу Надежду Федосовой Донское кладбище Куплю цветы И вот пока продавец отвернулась Попытаюсь что-то заснять, показать цены Знаете, вот все что красивое, все такое дорогое Большие, пушистые, очень дорогие цветы Вот самый бюджетный вариант Цветочек 250 рублей Маленький, низенький Ну, мне продавец предложил вот такие вот гладиолусы Конечно, тоже бюджетный вариант Ну, по деньгам Ну, да ладно Далее Надежда Федосова В 1938 году закончила Театральное училище Театра Красной Армии Работала в основном В театре драмы и комедии на Таганке В кино она дебютировала В 1961 году Когда ей уже было 50 лет Но ее заметили режиссеры Предлагали в основном роли матерей И порой ее героини были строгими Жесткими и жестокими Но сама Надежда была полной противоположностью За свою жизнь она снялась в 38 киноработах И я жду от вас, мои зрители Названия фильмов, в которых она снималась Надежда Федосова из многодетной семьи Мама у них умерла очень рано Папа выпивал И Надежда делала все возможное Чтобы заработать немного денег Чтобы прокормить младших братьев и сестер С 15 лет работала в ФСУ Красный текстильщик Где принимала участие В художественной самодеятельности Позже она работала в парке Горького В качестве массовика-затейника А в годы Великой Отечественной войны Она в составе труппы фронтового театра Выступала перед зрителями Пока я вам это все рассказывала Мы как раз и подошли К семейному захоронению Надежды Федосовой Вот Федосова Надежда Капитоновна 1911-2000 год Здесь же захоронены Три ее сестры Дочь с мужем И остальных родственников я не знаю А сейчас я для вас поставлю небольшой сюжет Из фильма «Двое и одна» 1988 года Это была последняя роль в кино Надежды Федосовой Не корми, говорю, не приваживай Донес, дай рубль Ну он же не шарамыга какой-нибудь с улицы Просто с работы Дура Так и поварится Сегодня ему картошку А завтра пол-литра А потом на шею Собрали, зачем он за тобой пошел? У миллионов баб сумки рвутся и никто Значит, у него был смысл Да ладно Покормлю раз И все Оля, ну карточка снимает Ишь ты, хитрун, фальшивый Берегись, берегись, девка У тебя уже это было Тоже картошку с аппетитом ел А тебе одно расстройство В твоем положении Мужчина близко подходить не должен Ну а я что? Ну что я? Подпустила? Подпустила, подпустила Тапки дала За стол посадила Говорила Рубль могла дать На станции посидел бы Там всегда пиво А то сразу кормить А не на это падки Ты тут всегда должна помнить После мужчин Остаются дети О личной жизни Надежды Надежды Федосовой Было мало известно Федосова интервью не давала Говорила журналистам Какая там биография? Нет у меня биографии Живу как все В 2018 году родной внук Андрей Опубликовал свои воспоминания о бабушке Федосова в 19 лет вышла замуж за военного Алексея Кувшинова В браке родилась дочь Вероника В 1941 году муж пропал без вести Позже Надежда вышла замуж за Давида Львовича Анапольского И прожили вместе 40 лет В этом браке детей не было Давид Анапольский работал в закрытом конструкторском бюро Где разрабатывали систему управления ядерными реактивами Дочь Вероника и ее сын Андрей ушли тоже в науку Никто из них не стал актерами Дочь Вероника с мужем часто находились в командировках Жили подолгу на востоке И Надежда Федотова воспитывала внука Андрея А уже позже она успела понянчить и про внучку Наташу Снег совсем недавно сошел И видно, что сохранились прошлогодние искусственные цветы А вот букет свежих цветов Видимо от поклонников Пропал, высох Поэтому я и предпочитаю покупать искусственные цветы Тем более сейчас цветы делают из ткани И они очень похожи на живые И пролежат очень долго А прийти через неделю и убрать завядшие цветы Но у меня просто не будет такой возможности Умерла Надежда Федотова в декабре 2000 года Ей было 89 лет В последние годы она тяжело болела У нее была болезнь Паркинсона Вот так На этом я заканчиваю Всем вам всего доброго Пока-пока Берегите себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...